Девушки отдыхают 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 будем, поэтому у всех в отставку, но что, я также хотел сказать, что, спасибо, что вы все пришли, конечно, было много нареканий о том, что мы не там собрались, не то место, но я скажу, что не место красит человека, а человек место, спасибо вам за все. Всем привет, спасибо, что сюда пришли, я, в общем-то, хотела сказать, что наше государство, оно разваливается уже давно, оно разваливается уже ровно 18 лет, ровно эти 18 лет, которые находятся в Путину власти, он построил такую вертикаль, он выстроил просто вертикаль власти, он удерживает власть незаконно, что это были за выборы, разве это выборы? Это не выборы, мы не должны на них ходить, мы видели сколько там было вбросов, даже несмотря на то, что яска была очень маленькая, он нелегитимное правительство. Путина в отставку! Путина в отставку! Путина в отставку! Путина в отставку! Кто нам не встать? Кто нам не встать? Посмотрите, что стало с нашей страной, посмотрите просто где мы стоим, это разведетская площадка, здесь должны отдыхать дети, я стою на разрушенном фонтане, Этот фонтан разрушен, как наша страна. Просто поймите, что происходит там. Они шагуют, они живут на наши деньги, на наши налоги. Они тратят их неправомерно. Что это делается? Пожалуйста, давайте выразим свой протест. Почему все просто приходят постоять и посмотреть? Разве вы довольны тем, что происходит в нашей стране? Нет! Тогда не стоите! Не стойте и не молчите! Мы должны сказать, нас должны убить. Я не знаю, как вы, но я после нашей встречи просто пойду гулять по центру города. Я иду гулять одна, но если кто-то хочет, можете присоединяться к нам. Правительство в отставку! Правительство в отставку! Правительство в отставку! Правительство в отставку! Если когда-нибудь кто-нибудь из вас был в пансионате или в хорошей гостинице, где очень красиво все украшено, там какое-то время комфортно, но потом хочется домой. Наш дом – это город Астрахань. И мне кажется, что вот тот негативный набор, который мы имеем, жаром, ашкаром, может быть, нужно рассматривать как как раз-таки вот такой задел для старта. Может быть, мы что-то должны сделать для собственного города. Вот каждый на своем месте что-то небольшое, маленькое, но и тем не менее из маленького складывается большое. Ну, как говорят, в ордене тортных ингредиентов их лозунг – делать то, что должен, и будет, что будет. Вот. Меня тоже все не устраивает, поэтому я здесь. Вот. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Можно? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, друзья. Меня зовут Роман Бот. Все здесь собрались против Пупин. Я ничего не говорю. Ваше решение. Ну, вот, кто, по-вашему, достоин сейчас власти? Вот кто баллокировался? Я. АПЛОДИСМЕНТЫ А кто? АПЛОДИСМЕНТЫ А кто достой? АВАЛИНЫ Навальный? Ну, против Навального сейчас, естественно, Путин. Это я в Путине, я тоже Навального. Ну, ребят, вы думаете, вот... Вот сейчас вот эта вот маленькая кучка небольшая, вы что-то решите? Да. Что вы решите? Вы для кого митингуете? Для кого? Вот здесь, вот, вот здесь граждане вот живут. Для кого вы митингуете? Против Путина. Против Путина. А для кого? Это кто-нибудь видит? Вот телевидение снимает что-то. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Выходите с тобой, вводится. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше будет только хуже Сейчас против нас входят различные санкции Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как это все надоело число? Я вижу, вас не очень-то и много, но каждый из вас не хочет уступать здесь. Может быть, там единицы. Вы правда довольны этим режимом? Я лично нет. Мы собрались здесь, потому что недовольны. Да, я и говорю. Ну почему нас так мало? Почему? Потому что все боятся. Ребят, кто мы? Мы власть! Мы власть! Мы власть! Мы власть! Мы власть! Мы здесь власть! Мы власть! Чего же все молчите, а? Боитесь? Как говорил Маякович? Ребята, вперед на новые грабли! Мы обязательно догоним Америку, если обгоним Зимбабве! Слушайте, ребята, друзья! Я бы никогда не выступал, может быть, да? Привет! Ну, думаю, вот всех здесь ругают. В общем-то, все правильно, что и власть не такая, как хотелось, да? И жизнь не такая, как хотелось. Вот каждый концерт будет. Это зависит от каждого из нас, да? Власть! 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 И переворачивают это все. То, что много уж власть, много уж прийти. Какой-то в Саратове, какого-то шкета, где-то с Симитом арестовали. Я долго, я только в Курган, когда Алексей Навальный приезжал, я держу его. Я смотрю, что народу больше не становится, все меньше и меньше. Не хватает креатива. Нету какой-то идеи, ну я не знаю, там... в Сомбоне. В армении я не знаю, там... Стой, я не знаю. Не знаю. Наши, дорогие, свои. Значит, мы просто с тобой в Санкт-Петербурге как-то ненужное слово. Я сейчас не хотел поговорить. Знаешь почему? Да. А какой то? Объясните? Пое предложение. В Курганрске, как разве? Да, в Курганрске. В Курганрске, в Курганрске, в Курганрске, в Курганрске. Добрый день, он тот дико-харизматичный парень, где не вижу, не важно, сказал про учителей. И я хочу сказать это болевшим. Добрый день, меня зовут Александр, через полтора месяца я стану учителем русского языка и литературы, полноправным учителем, и у меня нет будущего в этой стране, к сожалению. АГУ? Да, АГУ. Так вот, но речь не обо мне, а о моем однокрупнике. Яркий вам пример. Человек перевелся с нефти-газа из АГТУ, запил фаск в АГУ. Ну, насколько двинутым нужно быть, да? Но все равно у человека действительно призвание, действительно он хочет быть учителем русского языка и литературы, он не хочет идти в бизнес, он хочет быть учителем. Ну, хорошо, ну, яркий перевелся. С Çünkü СПОКОЙМЕНТИЕ МОТОРОВ СПОКОЙМЕНТИЕ МОТОРОВ СПОКОЙМЕНТИЕ МОТОРОВ СПОКОЙМЕНТИЕ МОТОРОВ СПОКОЙМЕНТИЕ МОТОРОВ Подседку, что дышат на ремонт, которые не приходили, а с другой стороны хочу бахтать счастье, когда я вижу маму, Которая привела цель. Это невероятно. Значит, у нас есть возможность, что я тоже буду приводить своих действий, чтобы я живу. Друзья, на самом деле, понятное дело, что плохо, да, пенсионный возраст повышают, зарплаты уменьшают. Это все понятно. Понимаете, все, собравшись, собравшись, это глоб, она не потерпил. И ради чего мы здесь все стоим? Как бы больно это ни звучало, ради чего? Я считаю, что наши митинги должны быть конструктивны. Я первый раз на митинге, я вообще не думала, что здесь можно говорить. И когда не подумала бы, что могу выйти, послушав все, что здесь происходит, что могу выйти, вот настолько у меня будет парень. Я предлагаю пойти погулять. Почему? Я объясню. Я объясню почему. Потому что сейчас вот те, кто стоит сзади, они все ржут над нами. Я знаю там нескольких людей, и я знаю, что они о нас говорят. Мне больно. Мы боржем над их пенсией. И я считаю, что... Представляете, если мы все сейчас выйдем на улицу, будем это показывать, мы будем это кричать. Давайте примерно представим, что будет дальше. Мы пройдем до жилгородка, я не знаю, на набережную мы пойдем. И люди, которые будут проезжать, которые будут проходить, они нас увидят. Они не увидят нас по новостям, где скажут, что мы сборящие дебилов. Они не увидят нас по вибиральным новостям. Или вообще нас нигде не увидят. Что говорить? А Инстаграм, что? Интернет скоро закроют все равно. И нам даже выкладывать это не будет. Моя мать считает, что я сумасшедшая. Она смеется надо мной, и вся моя семья смеется. И говорит, что я дура, если я хожу на эти митинги и пытаюсь что-то изменить. Но во мне все равно не угадает вот это желание. Я хочу жить в своей стране. И я не хочу уезжать из нее. Но сейчас я делаю все для того, чтобы отсюда уехать. Мне от этого очень больно. Я не понимаю, почему люди этого не понимают. Клоуна, которым сейчас смеется кто-то. Ну, мне плевать. Это моя гражданская позиция. Я считаю, что в этой стране люди, которые говорят, что мы аполитичны, это, простите, но это дебил. Ну, как можно быть в такой ситуации? Ну, куда уже хуже? Ну, что будет дальше? Свалки. Невозможно будет выйти, выразить свою гражданскую позицию. Мы сейчас все боимся, что нас закроют. Я сейчас, когда пришла на этот митинг, митинг подошла к тему знакомому и говорю, а вот если нас придут повязывать, что мы будем делать? Что вообще лучше, как бежать или сдаваться? А мой парень сказал, что если что, я приеду тебя заберу. Понимаете, это больно. Поэтому я предлагаю не разводить демагогию. Всем есть что сказать. И говорят это примитивными словами, никаких фактов. Я сейчас почитала просто эти законы, которые хотят принять, которые приняли. И я поняла, что все. Ну, это уж ужас, это конец, ребята. Ну, давайте сделаем хоть что-то. Ну, может быть, люди увидят нас, и они поймут. О, а почему они вышли? А покажут ли это по новостям? Они зададут себе вопрос. Может быть, кто-то хотя бы задумается о том, что нужно обратить внимание на аппозицию. Может быть, кто-то, услышав имя Навальный, который мы все громко прокричим, хотя бы загуглит, кто это. Вы согласны идти? Да! Идем прямо сейчас. И пусть что будет. И, кстати, еще необходимо понять, что делать, если вдруг за нами приедут. Не важно. Я тоже трусиха. И я могу убежать. И все из нас могут убежать. И ничего страшного в этом нет. Мы все живые люди. И мы находимся под огромным пресеком. И мы в меньшинстве. Поэтому даже те три километра или два метра, которые мы пройдем, это уже шаг на пути к тому, чтобы нас услышали. Услышали не те, кто сидят во власти и плевать на нас, а услышат те, кто, может быть, в следующий раз придет на этот митинг. Спасибо. Я ж говорил, лишь первая девушка лет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И пошли! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Такое карается пожизненным сроком заключения. Вы выполняете преступные приказы. Субтитры создавал DimaTorzok Дальше вперед за этим поездом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вчера пацан пришел, все принес Вчера пацан принес Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот так вот мирные митинги в нашей стране Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все нормально Человек, ну за что ли? За что ли, ребят? Вот, вот уже, вот, заместитель Чувствую Здравствуйте, здравствуйте За что вас? Да без понятия, вот, гражданин меня толкает в спину И не представляет А вы не могли бы указать причину Основания задержания? Или вам кто-то сказал Это сделать? Или человек свободен? Он задержан или нет? Он задержан Задержан, на основании можно узнать? Майор полиции Нуфтиев, что случилось? Здравствуйте, я не разглядел Можно? Позвольте до полного ознакомления Нуфтиев, гениат Гемранович Заместитель начальника ОООП И до какого, действительно, пожалуйста Можно ознакомиться? До 22 года А вот эта печать у вас не соответствует ГОСТу Р-51-511 Это что за документ? Так, теперь можно ваши документы узнать, с кем я общаюсь? Да, пожалуйста Стоите, что вы в розыске и так далее Можете, нет проблем Это не документ удостоверяющая личность Мне нужен документ удостоверяющая личность Пожалуйста, удостоверяющая личность Военный билет вам Здравствуйте Здравствуйте Можете, меняется В 73-го года рождения Ничего страшного Кто? А, я знакомый На каком основании вы забрали? Вы пройдите Я уже здесь стою Здесь стоит полицей Туда я должен пройти Ради вас залезь Ну вот так вот Без комментариев, как говорится Забрали человека Оснований не Предоставили Так, ребят, вас там много, да? Сколько вас? Слова на камеру Кто хочет сказать? Передавайте на камеру А за что нас задержали? За что задержали? Еще что? Там просто ни за что задерживать, я так понимаю, так? Ну да А, вы просто стали Скидетерами Скидетерами Включаешь машину? Давай Так, позвоните Стоп, стоп Вот наша братва, которая охраняет закон и порядок Это люди посвятили жизнь службе народу Ну вот автозак, куда упаковали без оснований наших знакомых, товарищей Парни, что-нибудь на камеру Куда вас везут? Сам не знаю Ну спросите вам у космонавта У нас везут, можешь сказать Вообще-то ни один человек не представляет У нас есть на камеру, у нас пять, нет? Это обычно, наверное, да? Наверное, на камеру Вы знаете, участницы этих событий или просто проходили мимо? Ну я жена Участника Вот главный полицейский, который любит упаковывать людей, стучать любит Да, это он Вот, зато он сегодня бесплатно покатают полицейские на вот этом автозаке наших друзей Вот, много собралось, значит Это лебединое озеро Астрахан-Сити Так, вот видим какое-то препятствие Здравствуйте, ребята, разрешите пройти? А что, запустили? Не запустили Кухня А вам дали команду, что, не пропускаете? Кто-нибудь может, даст ответ? Лица, которые служат народу, то есть нам Ну тут вы же должны народ защищать Смотрите, отцветы привез 5 мая в городе Астрахан Проводился митинг посвященный акции Он нам не царь После проведения митингов в парке Гайдпарке Дружба Молодежь, в количестве 150 примерно человек Отправилась гулять по любимому городу Среди собравшихся были такие провокаты Которые выпекли в лесоке, лозунги Что дало повод Автозакам С космонавтами Ряженами Балаклавы Неизвестным разделением Сохватить молодежь Паковать Безо всяких оснований И отвезти в голову И бежали 4 часа Вот такие вот дела в городе Астрахани происходили в этот момент Поддерживаем канал, подписываемся Свободные люди Астрахани Добро пожаловать на наш канал Всем удачи Скорая приехала Скорая? Так, скорая, ну а что, вот сюда вот, пускай заруливают тогда, чтобы удобно было Нас пропустят магнитет? Да, да, я поставил капитан Давайте, открывайте там ворота Здравствуйте Здравствуйте Значит, полицаи захватили вот ребяту, как будто стало плохо Возможно, кого-то били Ну, это, ну, в общем, там инвалид второй группы Ему наобросе снова Ему вызвали в скорую А вы кто? Я его буду Я просто здесь жду Он инвалид по какому поводу? У него... Соболевание Неврология что-то следует Мам помочь? У него даже праздник Я вам точно только вам скажу Ну, нас пропустят туда? Конечно, да Пойдемте, пойдемте Мы будем все фиксировать Откройте двери Это, посмотрите Это медицинские работники Вас, вас что, ребят Вообще перелекодировали? Вы представляете Скорые не пропускают Нам не дали команды Да, нам нужно будет сигнальный лес Девушка А сигнальный лес Вы кому оставляете? Кто вызывал? Ну, вызывал Ну, то есть Александра его зала Скорая пропустит? Ну, вообще, если он находится В пределах Мы пищем поделить Соответственно, мы не на руки Не оставляем А что там, не пропускаете скорую? Ответ нам дайте Да А они уже потом Если мы его, допустим, госпитализируем Естественно, они отдают ему на руку Кто там? Проехай сюда Заехай вот так сюда Нет, это наши люди пришли Видишь, СССРовские знаки Значит, наши Так, а СМИ? СМИ пропускаем? Нет, нет, нет А что, у меня палец болит Мужчина Осторожно Не видите Не пускают меня Применяют силу Оттопырили мои пальцы Ха-ха-ха Ха-ха-ха Нифига себе Ты хотел мне Сфотографироваться Давай О, давай Блин, а если У меня есть Блин, такой здоровый Автозак Вот так вот Можно ли я позже Сфотографироваться? Селфи на память Значит, это у нас Автозак такой Парни Улыбочку Парни, можно с вами вместе? Вы с народом? А вы против народа что ли? А вы не народ А кто мы? А кто мы получаем? Вы не знают, кто мы так ли? Согласно Конституции мы власть Откройте Конституцию Пункт 3 Единственным источником власти И носителем суверенитета Является национальный народ Вы у нас на службе, мужики А вы говорите, что мы не народ Вы что, спите, что ли, ребята? Как вы сказали, что я не власть Что я не народ? Все вопросы через нашу прислужбу Вам там все Присужбу Вам по-человечески подошли Все вопросы через прислужбу И вы нам отвечаете так грубо Что вы не власть Вы не люди Вы не люди Через прислужбу Вы представляете, как смешно получается Вы не народ, говорит Вот товарищ Не, не товарищ А можете представиться? Все вопросы через прислужбу Не, а представиться вы можете передать гражданином? Вы же со мной общаетесь Через вопросы через прислужбу Замкнула Через вопросы через прислужбу Замкнула вот такие вот кто нас охраняет но хоть улыбайтесь хоть позитивно разрешите пройти здравствуйте блин а у вас какая классная георгиевская лента да это что за символ можно узнать я знаю чтобы 9 мая гигуров и кантарий водрузили к алый стяг над фашистским рейхстагом а вот люди воевали против нас я хотел бы сказать вот с некоторыми регалиями вы курсы про историю читайте историю ребят а за что он сгорел за то чтобы вот так вот катали народ наш собственно у них свое мнение а да кстати это исторические факты и константин говорит правду это так у меня где сталинграде погиб вот здесь на высотке раскатали фашисты утюгами своими ну тогда вы знаете творилось а можно вы сказать и посидеть ребят осветить каких условиях и привозили сюда а вы не могли бы мне показать свой быт как у каких условиях вас содержит как не содержит я плачу налоги я на мои деньги вас кормят одевают агана чище ну спасибо все таки с позитивом ребята может быть зерна посеянные нашими вопросами прорастут и они одумаются что главный единственный источник власти в россии ты многоциональный народ а не тот кто сдохнет или сдох уже ну вот повторяется инаугурации всякие вы сами понимаете такая вот беда чё с голову люди люди спят мурыки беда беда так как там стрим идет на черканите мне не заикает все ровно поехали о команда хорошая поехали как гагарин давайте удачи вам ребят георгиевский ленточка малый банк один я серьезно счастлива вам добрый после продолжительного селфи и разъяснительных работ бесед они покидают а ну-ка там протокол доправляют они заполняют но у тебя доставили ранее мы с тобой преступление по проверке просто пробивают пройдет типа вот под этим а заставляли давать показания как вас зовут это за что мы платим без тормозов это полицаи без тормозов и что еще какие впечатления сергей они сами не знают они не знают что хотят парня не слушайте полицейские они всегда они врут почему они выполняют ничего ничего николай отдыхайте двоих ребят двоих ребят выпустили сожалению а сколько примерно сколько примерно находится в заточении в общем и набили автозак как консервную банку и сейчас по одному выпускают ребят но первое впечатление конечно это неожиданность ну теперь вы будете бояться кататься в автозаке нет мне понравилось вы ветох лет вот чтобы никто не беспокоился за вас передаю привет всем зовут мусса беспокоиться не о чем если вы не нарушали закон то вам ничего не будет а зачем вы выходили сегодня какой был лозунг или или вы просто гуляли скажем так просто гулял но вас остановили и провели да можно сказать что оказался не в том месте совершенно совершенно незаконно хватали людей которые просто прогуливались по своим делам как вы видите оказывается эти люди представляют опасность для общества как считают космонавты нашим полку прибыло это радует замечательно но еще не все обрели свободу поздравляю я извиняюсь расскажите как вы оказались здесь сегодня и что вы тут делаете собственно говоря меня зовут федор алексеев я главный редактор онлайн здания камыш посвященного шоум этому региону и городу чаще всего пишем про историю про коренные народы региона про природу и прочей хорошей штуке это зло это смею а вы тоже смели как дамы официальные смею все такое свободные люди астрахани хорошо подписаны вероятно там замечательно расскажите нам еще о себе немножко о своих злочастных приключениях вы посещали митинг навального который гласил он нам не царь и возвращались или просто проходили прогуливаясь по городу и вас схватили космонавты мы посещали митинг сначала он был функционированным потом он перестал быть таковым после того как не видали как все часто быстро меняется столь нас позвали прогуляться мы и согласились мы там были надо сказать не с плакатами не с агитацией мы даже не то чтобы его поддерживаем нам просто интересно что эти люди могут предложить нашей стране мы пошли послушать поснимать говорить и дальше пошли гулять решили дойти до конца наблюдать чтобы происходить дальше чем вы стали подозрительнее вот этим вот людям в касках почему они сумме смутило ваше присутствие на улицах нашего города я думаю что основным фактором стало то что кто-то из ребят кричал путина в отставку ну и собственно путин нам не царь и все вот это а их смутило просто вот когда полицейских что-то смущает они хватают людей и пачками забрасывают выпустили еще человека под административки но у нас приветствуется наш да спасибо спасибо подписываемся заявите пожалуйста чтобы кто-то у вас еще увидел услышал ваш канал да мы вконтакте паблик называется камыш слэш астрахань там два правила камыш проделал слэш продал астрахань можно найти это сайт и паблик вк канала у нас нету замечательно классно обнимашки значит свобода так ребята можете представьтесь расскажите нам это наш корреспондент камыша который только что мы рекламируете подписывайтесь обязательно итак пару слов как вы здесь оказались мало гулял по городу по своему любимому а какое участие вы принимали или не принимали значит в акции он нам не царь участие скорее всего просто был рядом с ними как оказался не в том месте не тут чак стране сказать наблюдал наблюдал всем здесь жмем лайки подписываемся канал свободные люди астрахань спасибо где вторую нашу интересный человек а просто какое-то дерьмо то что сейчас происходит в господи иисусе не за что просто взяли посадили в автозак расскажите о ком вы говорите пожалуй я говорю о вере иноземцева и я меня всего трясет на самом деле очень неудобно чувствую перед таким светом перед такой камерой я приехал только по одной причине чтобы его вызволить но видео вот это все что сейчас тут скажем так происходит я уже подсознательно понимаю я не вышел оттуда я с другой стороны баррикад к сожалению это к вели иноземцы киношку снимали применитали лет уже там как раз пока просто это конечно ну все будет нормально во первых там все кто вышли они рассказывают о том что все будет в порядке поэтому я вам предлагаю успокоиться попить воды это конечно неприятно да но я думаю уверен что все таки виды по крайней мере монетки но меньше волнуется я скажем так с ней так впервые происходит то есть до этого да у нас там были в нашем городе какие-то акции и скажем так все более-менее проходила нормально а сейчас я просто стою на измене ну да здесь пришли значит люди которые переживают и я думаю что все будет хорошо случайно попал он не хотел на митинку запускай спустится а ну да пускай спустится они вытолкали парня волки пока я конечно рад что мне отпустили но они не сказали что отпустят там вера осталось представьтесь и расскажите нам об этом немножко в общем а вот батя да она там осталось мы ждали когда нас протокол составил потом не значит вызывают пойдем со мной идем и так начинаем подвиживаю ну вот на будущее тебе только скажу это вообще не хорошо так участвовать до гражданки тот который нас взял у моста у которого струки расходят и я сначала не понял куда они ведут меня я думал просто протокол будут составлять он говорит ты фоткался да я фоткался заполнили мои данные на каком-то новом листочке потом не поставили выходу не отпустили они не говорили что будут отпускать я думал протокол составлять ввиду а вы по 51 статье отказались от задачи я получается мы дали объяснительная и вера и наземцева я не по-разному разночтение идет кто-то считает тут алексей тюрин там говорит заявляет что надо было просто да кто-то говорить так то всяк у нас слабая поддержка юридическая скажем да 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 вот свободные люди астрахань канал может подписываться сейчас идет прямо и первые там он веронтик махал и на нее что там получается четыре человека двух других не помню она меня и на нее хотели повесить 20.2 это несогласованный получается участие и организации и я даже сам не понял осознать ничего не успела не отпустили не говорили что отпусти просто вывели все что с ней я не знаю иди как мы видим все идет по плану в общем одному парню заехали по лицу он не сказать заехали где здесь проводили он не сказал в подробностях как я вышла но на него по моему составляли протокол или брали объяснительную он на него что-то возмутило он как-то то ли слишком резко отреагировал возникнет их требования они взяли его за шиворот и типа случайно заехали нижнюю губу не ну кстати по его словам это реально случайно вышло потому что и на видеозаписи не было придраться я говорю 90 90 процентов из них заложено кто-то боится работать там кто-то против них нет не будет занят первым делу закупали вольт куда мы пойдем люди шли нет я понимаю я я говорю с их точки зрения мы им советуем и будет у нас это 70 процентов жителей астрахани безработка и попадете под журналисты ничего с ними не будет не пропадут это добровольцы есть которые наемники там профессиональный как себя мы видели как себя вели это росгвардия мы подошли начали снимать они прекратили себя так будет и они заявили вы не народ короче а некоторые заявляют что вы не вы кто такие нет телефона смотри вот смотри попробует они не берут хотя и то эти не потому что раз звонили бесполезно ну у нас по идее одно и то же нам меняли только единственное подозреваю что ее оставили потому что раз разъединили да она осталась там и сказали типа с тобой пока отбой сидишь где меня увели его вытолкали скорее всего она просто на видеозаписях прям явно палилась и они видимо нашли к чему придраться сейчас наверно протокол составит ну ты считаешь что нарушение не было вашей стороны вообще там был момент такой когда она раздавала листовки и этот яшник он и взял и снимал на видео камеру с этим по идее железно докопаться и тогда скорее всего будет штрафа 20.2 участие ну если они протокол сейчас составит отпустят на этих казаков не было нет спрашивают сколько еще человек там находится в уникурс по моему человек это спасибо что вы написали вода действительно до кого-то не дошла спасибо я понимаю что так короче вода которую передали их держит разных кстати туда вода не дошла меня их разных комнаты держать кстати вода газированная помню только было здравствуйте поздравляю вас со свободой так сказать ну расскажите о себе и что произошло сегодня просто гулял меня ждал свою подругу и просто что-то люди побежали куда-то побежал стало страшно я тоже полежать вот тут я смотрю ловят кого-то вот какого-то человека поймали просто так к перилу так вот его прибили какой-то крупный мужчина без объяснения для всего-то там не форме в гражданстве и не отпускает главное мы такие типа со мной были еще пара человек остались ну снимать естественно что случилось стали спрашивать кто подходит как раз в касках этот который вот крупный мужчина как и покажет так вот это вот это вот это вот так грузим и задержан в итоге ну как нас похватали просто у вас привезли здесь какие-то на вас составили документы вы что не подписывали объяснительную все подписали а копию протокола получили не получили ну как то так у нас делается теперь ну что ж поздравляющий раз со свободой молодежь кстати девушка очень сильно переживал за вас она была все время на связи благодаря ей мы как говорится с вами сдержали связь спасибо ярослав здорово поздравляю тебя это ты тот самый человек которого рвали полицаи покажи ты будешь фиксировать это ну расскажи нам как ты получил боевую трамбу так сказать в застенках машине в автозаке версия окна короче бред здоровья вы получили в застенках вот этого режима ясно спасибо а вас задержали что вам предъявили а какое основание для задержания когда сам факт задержания был как я могу на судить что это было задержание мне ничего не сказали те люди которые непосредственно меня там заталкивали там большая часть из них не представилась какой протокол не был составлен мне протокол задержания так и не показали ни одного документа не дали из устно сказали что инкриминирует участие незаконных да не санкционированном шествии что ли но опять же таки никаких документов мне не дали не показали ничего никакого протокола не при выходе хотя обычно должны давать документа о том что был задержан а то основание какие-то и так далее то есть кто задерживал он обычно дает вообще не мельком так мелькнула да даже не дали ознакомиться в общем нарушена законность законодательства российской и основание какие-нибудь они не было объяснено и я вообще сам лично не вижу либо основание то что я в момент того как меня стали заталкивать на полицейский грузовик я стоял на тротуаре вот так любовался природы собственно этому есть этот момент заснял да я застрял ужас какой-то ну как-то так господа пишите задавайте вопросы кстати в прямом эфире и мы вам постараемся на них ответить ярослав а вот сколько людей еще осталось за стенках этого режима ну вот если здесь брать это отделение там где-то наверное около 10 человек человек 10 до в разных комнатах да причем мы там на верху держат там и взяли уже объяснительно не помочь продолжать держать что-то пытается опять у них выяснить и а еще газу и давление да ну я так сказал да потому что уже как который раз это уже все собственно взяли что там был момент хотели фотографировать вот я лично отказался меня еще продержали некоторое время в итоге сама отпустили то есть основание нет это добровольная процедура но они давят на людей и большая часть фотографируют те кто отказались они были вынуждены выпустили нас тут продержали дольше то есть вот я например отказался мне фотографии но я из принципа потому что у меня хочу как бы скрывать нечего тем более то они говорят там есть съемка что якобы я где-то участвую ну и так далее но дело в том что скажем так это дело принципа зачем мне делать то что я не обязан не хочу тем более там другие там ребята не хотели я поддержал но они только что продержали ярослав как самочувствие людей которые там находится ну в принципе да там нет некоторым некоторым нужно лекарство просили передать а кто именно я узнаю что михаил дали уже да там лекарство надо вот лекарство ты взяли а передать нет возможности когда он болеет попросил вот вот такой момент достаточно долго держит там спасибо спасибо вы наверное еще расстроены немножко пас освоите здесь вот знаю я довезу а по-любому мы будем ждать чем михаил и прочих пока не выпустите людей спасибо михаил ярослав михаил далиев у которого проблемы со здоровьем не может получить лекарство от ярослав говорит а полицаи отказываются на ответ значит предоставить возможность передать их вот такая вот у нас как вам сказать кто тут власть они это получается захват власти по конституции когда не соблюдается законодательство российской сами делайте выводы здрасте у вас задержан сын ну да он мне позвонил сказал что его отпустили а я его не вижу здесь вот нигде рядом подожди а кто был как мальчишка какой-то худенький уходил нет нашли родители поддерживать смелости есть кому учиться преподавать общие законы справедливости и разума вот учитесь многие кто из вас сидят на диванах и там ерзают по ним одним местом там кстати я не знаю там говорили или нет но к мы только зашли там уже выкрикивали фамилии полицейского на улице да уже был список на написанной статьи то есть уже было определено там 20.2 по моему уже как бы организаторы были определены там несколько человек филдалиев там и еще ребята они уже определили заранее вот как бы но остальных видимо как там участие я не знаю я так понимаю в частности вот мне там вот ну что будем судиться будем то есть отстаивать свои позиции свои права по всем инстанциям ну понятно до европы понятно в общем настроек боевой наших товарищей они не сдаются несгибаемая воля проявлена в застенках и тем не менее как мы видим еще не все освобождены и мы переживаем и не расходимся не ждем и не расходимся мы ждем это не расходимся ну давай давай очень заряди на всю россию ну что привет не сказать ничего если честно просто как я думаю людям которые ходят с флагами по улице всегда есть что сказать он просто был при мне в момент задержания бросил бросил я думаю не стал его бросать на землю поддержал это было бы потом как нас низ когда после признавали на был то что вот астраханцы топчет река лорд и т.п. не хочу повторений такой же истории воды нам давали там вопрос да ну вроде передали в воду потому что некоторые звание вас но как раз киот перри которая была вода передана вот ее и давали а так они свою не дают да ну по крайней мере я еще я не просил ну или что лет отпросился у нас уже жара на астраханском крае я думаю что ну видишь и отпрашивается туалет отпрашиваются дайте попить условия содержания соответственно в общем-то они как бы на отверстие ядослава поцарапали нет а еще кого-то они могут так делать провоцировать это его отверстие хочу за вон такая в общем-то они как бы на отвертку то не давит а вот то что нецензурно выражался как неуважение они цензурно выражаться на своих слух и разве плохо по решению суда это то есть суд определяется хорошо ли ясно они могут естественно свидетелей они сделают мы знаем а как это все делается а социальных людей и вот они являются как это правильно не тим понятыми из камеры проводить но их отпускают и на то им дают мышцыки и они не ходят да он сейчас уже просить что-то там начинает и полицейских ну не могу же я тебе сейчас прям здравствуй поздравляю отец на свободу дорогая расскажи нам что-нибудь о своих приключениях потому что якобы я призывала на на самом деле никого не призывала на митинге я сказала что я иду гулять одна это есть и на видеозапись это в принципе вот такие дела в общем-то слушай ну вот тебя и продержали больше всех как я понимаю у нас еще там дали их остался но ему сейчас бумажки тоже оформляют и все а мы вот видим веру тебя в руках какая-то бумага не всем дали такую хочу сказать я раньше был противник ну не то что противника не хотел ходить на митинге теперь я буду буду ходить на митинге буду ходить говорить своим знакомым чтобы все ходили на петельки в том числе да спасибо спасибо верончик вот а воду вот мы передавали несколько раз воду и требовали значит конце самым да как у тебя настроение как самочувствие понятно слушай но мы рады что ты вышла что ты вот с нами многие беспокоились передает с прямой эфир значит на youtube у меня вот наконец-то мы дождались нашего последнего участника этой дискотеки мы еще пообщаемся я вас поздравляю с победой то что вы на свободе михаил расскажите нам свои впечатления от происходящего ну впечатление у меня негативные потому что нарушение закона полные мы шли гуляли нас ничего никого не трогали набежали схватили потащили какие-то люди в масках маски шоу в тот момент когда вы прогулялись возле лебединого озера добропорядочные граждане то есть вы не выкрикают никаких лозунгов и не несли никаких транспарантов ну если вообще если честно то там кто-то чё-то кричал конечно из толпы да там кричали что путин вор например там путин вор но это слушали даже не интересно это все знаю да там это но чтобы я не несанкционируемые шествия это это вообще да ну в общем нарушение тридцать первой статьи института это уже все знают вот надо принести жертву путина то что он идет на новый срок и новая жертва это вот принесена в виде этих арестов будет преподнесено в виде этих даров штрафов которые придется нам выплачивать нашего трудового а кто на ваш взгляд больше всех старался поклониться вот там васин больше всех участвовал и центр политической полиции вот центр а басин басин вот он герой нашего времени и центр и еще каких вы заметили вот новых звезд может быть на политической арене которые старались все они все говорят мы люди подневольные так мы выполняем приказ мы ничего не можем не можем а это то же самое говорят что говорили служители германии как вот твое самочувствие насколько сильно толстая перед этим честно говоря сильно простудился вот у меня температура была перед этим страшенны и в общем-то я не должен был идти но я пошел я всех звал прийти на поэтому не прийти не мог на лечение вот виду ну ладно делать не в этом скажи нам вообще что ты хотел бы передать слушателям ютуба всем нашим соратникам и просто обывателям который вот заходит и слышать тебя ну я хочу передать что но надо бороться и мы конце концов победим рано или поздно мы все равно наши возьмем там что все диктаторы смертны все диктатуры прошли в мире уже не остается диктатура у нас наверно наш последний режим и остался вот с царем это пройдет но он нам не царь может быть лет через 20 вот как раз все закончится так понятно миша научу мы желаем что ты быстрее добрался до 7 здесь допоздна находилась твоя жена и дети много писали где папа вот смотрите папа вышел целости сохранности удачи вам за поддержку спасибо что мы все приехали поддержали и меня и других людей тоже вот большое спасибо вот и вы там то что лайк или тоже вам спасибо потому что лайк это тоже для нас это на это нужно сейчас мужество это я без иронии кстати говорю из иронии да ну что ж на сегодня скажем так наше приключение закончилось мы дождались до последнего нашего арестанта скажем задержанного и вот радостно воля встречать надо перевести людей я отвезу их в город всем пока спасибо что вы смотрите слушайте на чуха спасибо 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 Продолжение следует...